Всем привет! Сегодня поговорим с вами о новом для меня бренде Vibo. Сидела я как-то на Lady Makeup, листала, смотрела, что там такого интересненького бы взять, и тут попадается мне на глаза этот бренд, и я думаю, так, что за зверь? Такого раньше я не видела, не пробовала, и сработал чисто спортивный интерес, я решила попробовать, что это такое. Взяла несколько продуктов на пробу для того, чтобы составить какое-то общее впечатление о бренде. Если вкратце, это польский бренд, который, кстати, уже достаточно давно на рынке, он бюджетный, достаточно широкая линейка, вот прям глаза разбегаются, но тем не менее я так выбрала по чуть-чуть из каждой категории, сегодня все это буду вам показывать в нанесении, комментировать, и предлагаю к этому и перейти. Начнем с продукта из категории не очень, это консилер от Vibo, который называется Cushion Contour Concealer, я взяла оттенок Porcelain, оттенок это первое, что мне не понравилось, вернее как, мне не подошел этот оттенок, он просто супер-мега светлый, вот прям молочно-белый, но для кого-то я знаю, что это будет достоинством, потому что все остальные консилеры, там желтые или розовые, вот этот реально прям белесый такой, но это не главное, что мне в нем не понравилось, у него вот такой вот аппликатор, я вообще в целом не очень люблю вот эти вот все кушаные аппликаторы с такими вот штуками, потому что это всегда очень сильно засирает всю эту упаковку, и потом это везде просто, ну ладно, и это тоже не самое главное, самое главное, что мне не понравилось, это то, что он реально полупрозрачный, вот ты его так мажешь, растушевываешь, смотришь так, что-то поменялось, нет, вроде не очень, давайте еще раз, еще раз, еще раз растушевал, посмотрел опять в зеркало, и такой, ну что-то я до сих пор вижу, как проглядываются мои темные круги под глазами, поэтому, учитывая то, что у меня и не супер там какие-то темные круги под глазами, но даже мне не сильно понравился этот консилер, поэтому, ну вот, скорее всего, для меня это мимо проходящий продукт. Дальше зацепила меня вот эта их пудра, мне это напомнило знаменитую пудру от YSL, тоже вот такую вот четверку разноцветную, и я подумала, что это как бы продукт 4 в 1, то есть 4 разных пудр, к этому мы вернемся. Называется это Photo Ready Prepare and Finish Loose Powders, и тут, короче говоря, зеленая пудра, белая, розовая и желтая. Как я и сказала, я думала, что это продукт, типа 4 разных продукта в одном, как бы купил одну пудру, получил 4 пудры, ну это такой жлобский подход, конечно, но тем не менее, вот расчет был именно таков. Но, как меня удивила вообще эта упаковка, потому что здесь невозможно открыть только одно отделение, тут они все одновременно открыты, и если вы хотите высыпать немножко пудры, то высыпется все, либо, ну как вам повезет, грубо говоря, там может высыпаться из двух, может из четырех, может из одного, может из трех. Короче, как карта ляжет, или как там планеты сойдутся, так и случится. И я поняла, что смысл этой пудры в том, что просто как бы вы смешиваете все эти оттенки, и вот этот прикол в том, что их 4, ну как бы здесь особо роли не играет, потому что при нанесении реально она прозрачная, то есть нет эффекта ни от зеленого, ни от желтого, серо-буро-малинового, ничего этого нет все равно. То есть для меня это просто обычная фиксирующая пудра. Понравилась ли она мне? Ну нормальная, скажем так, я не могу сказать, что она плохая, она очень матирующая, вот прям реально, если есть какая-то влага, например, от консилера, или есть какие-то зоны свечения, вот только эта пудра касается этих зон, все, они будут наглухо матовые. Мне эта пудра понравилась, в принципе, я могу ее рекомендовать для тех, кому нужны такие супер матирующие пудры, но в то же время, если пудра обычно пересушивает вам, то вот эта, скорее всего, тоже будет пересушивать, нет в ней какой-то супер легкости, как, например, в той же Revolution Hydro Matte, которую я не перестаю просто хвалить, потому что реально самая крутая пудра. Вот эта все-таки более такая вот матирующая, более высушивающая, вот как-то так бы я ее описала. Взяла тоже вот такую вот трешку, называется Three Steps to Perfect Face, так они называли голословно, прям три шага к идеальному лицу. Ну что я могу вам сказать? Вы знаете, такой формат уже не выпускают только ленивый. Впервые я увидела такой формат у бренда Sleek, и потом все от китайцев и заканчивая супер какими-то люксовыми брендами, все, по-моему, вот такую вот трешку выпустили. Там, где бронзер, хайлайтер, румяна или там бронзер какого-то более темного цвета. Я, кстати, так и не поняла вообще вот это типа румяна, но на самом деле это выглядит тоже как бронзер, только более красновато-кирпичного цвета, то есть кому-то это может реально зайти как бронзер, если вы любите такие красноватые оттенки, а красноватые оттенки реально круто могут смотреться, потому что это имитирует загар, такой, знаете, как будто вы чуть-чуть подгорели на солнце, то есть такой эффект на определенных тонах кожи действительно смотрится классно. Вот этот более такой нейтральный, рыжеватый, и хайлайтер тоже такой оттенок шампанского классический. Ну, я бы сказала, что качество, ну, окей, мне немного было сложновато реально растушевать. Вот как-то ложится очень насыщенным пятном, и желательно этот продукт наносить так, нанес на кисточку, потом где-то так вот снял там, растушевал в кисти, и потом только уже нанес на лицо. Иначе, ну, чуть-чуть может пятен наставить, но зато пигментация очень высокая, то есть если вы ищете действительно, чтобы видно было бронзер, и это стоило недорого, то, может быть, это ваш вариант. Плюс здесь, как я и сказала, это красноватая штука, может быть, опять-таки это то, что вы ищете. А так в целом, ну, вот и неплохо, и нехорошо, вот так вот ровненько. Хочу рассказать забавную историю с этим хайлайтером. Вообще я это выбирала как хайлайтер, это и позиционировалось как хайлайтер. Но когда я увидела вот эту вот мини-пини супер-пупер-махюсенькую баночку, я поняла, что что-то я не то, наверное, сделала. Но нет, потом я посмотрела, написано Росшветляч по-польски, а по-русски написано хайлайтер. То есть такие хайлайтеры, ну что такая баночка вообще маленькая. Даже дело не в объеме продукта, потому что объемы здесь, по-моему, даже так, ну, нормально. То есть не то, чтобы прям совсем по-жлобскому, но в то же время вот формат вот такой вот маленькой баночки неудобен для лица, как мне кажется, потому что кисти для лица в первую очередь больше по размеру. Вот. И с ним случилась забавная такая история. У меня на самом деле тут уже вообще просто на самом донышке этого хайлайтера. И это не потому, что он такой мега-фаворит, и я им пользуюсь каждый день на все выступающие части лица, а потому что я со своей дочкой играла в самолет. И я прошу прощения, я иногда упоминаю свою дочку, ну, блин, 3 месяца ребенку. Конечно, у меня сейчас разговоры только о дочке. Вот. И кого это раздражает, я прошу прощения. Ну, немножко потерпите, либо просто чуть перемотайте вперед, если вам неинтересно слушать эту историю. А для тех, кому интересно, короче говоря, я с дочкой играла в самолет. Я ее так носила на животике, и она начала уже тянуться за предметами и хватать их. И я ее подношу сюда, к своему столу, где у меня вся косметика, и она такая, типа, какие богатства, что меня, кстати, очень порадовало. Ну, короче говоря, я ее подношу и говорю, ну, бери, что тебе тут нравится. Ей понравился вот этот вот хайлайтер. И она его хватает, берет в руку, и я такая, о, надо показать быстро. А я была на связи еще со своей мамой по телефону, и говорю, о, сейчас я покажу, как она круто схватила этот хайлайтер. И, короче говоря, я с ней иду, и пока я с ней иду, она это выпускает из рук, он падает и усирает просто все вокруг. Ну, слава богу, там на затест мне еще осталось, да и, в принципе, там надолго еще мне хватит, даже такого маленького количества продукта. Ну, да, первую шкоду мой ребенок уже сделал. Что касается самого хайлайтера, то для меня это, конечно, больше похоже на именно рассыпчатые тени. Вот такие вот хайлайтовые рассыпчатые тени. На лице выглядит, ну, немножко так странновато, потому что видно отдельные блестки и прям такая концентрация этих блесток. И вот, ну, не знаю, так, на любителя, скажем так. Если вам нравится вот этот эффект, знаете, как типа у Fenty есть тоже вот эти блестки такие вот хайлайтовые, то, может быть, это ваш вариант оттенок красивый, но вот этот эффект за блестками, ну, не мой, скажем так, самый большой фаворит. Понравился мне их карандаш для бровей. И, кстати, это впервые мне понравился карандаш для бровей, который вот такой вот толстый, знаете, треугольный формат, который очень как-то красиво выглядит в бровях. Вот сама текстура этого карандаша мне понравилась. Он так достаточно четко рисует, но при этом как-то натурально выглядит. Косяк у него единственный, такой же, как у Ardeco. Недавно я вам показывала тоже карандаш для бровей. Вот что вот это и как его использовать в бровях. Вот я, например, даже не поняла, потому что если у Ardeco вот эти грабли, ну, хотя бы ты понимаешь, что этими граблями ты типа прочесываешь брови или там, может, ставишь их, как-то укладываешь, то что делать вот этой кисточкой, ну, для меня так и осталось загадкой. Ну, вот карандаш хороший. Кстати, я себе взяла оттенок, который называется 02, и оттенок тоже классный. Это, кстати, холодный исключительно оттенок, и такой он сероватый именно, то есть такой вот, как мои настоящие брови. Ни в коем случае ни теплый, ни коричневый, ни рыжий, а именно такой вот сероватый. Короче говоря, мне вот по оттенку прям очень понравилось, и по качеству тоже хороший карандаш. Особенно, если вы любите вот такие плотные карандаши, вот прям очень советую посмотреть их линейку оттенков, может быть, вы там найдете то, что вам нужно. Также взяла на пробу их матовую помадку, естественно, в нюдовом оттенке. Здесь оттенок я себе взяла номер 8, насколько я понимаю. Здесь у меня отклеилась наклеечка, я смотрю на другую. Ну, в любом случае, я вам покажу, там напишу какой-то оттенок. Здесь написано Long Lasting Formula, называется вообще это Million Dollar Lips, и я смотрю, они с названиями вот вообще не скупятся, то есть они там три шага к идеальному лицу, и там губы на миллион долларов, то есть как бы, знаете, такие громкие названия. Ну, я бы не сказала, что мои губы сейчас выглядят прям на миллион долларов, не сказала бы, что плохо, нормальная, вполне нормальная, жидкая матовая помада. Она более густая по текстуре и такая, как муссовая, то есть ни в коем случае не жидкая и такая текущая, а именно муссовая, такая плотная, но в то же время тоненькой пленочкой наносится на губы. Я бы не сказала, что пересушивает или как-то вот плохо прям что-то или лежит, или как-то она носится плохо. Оттенок тоже мне этот нравится, это такая классическая пыльная роза. В принципе, претензий вот вообще никаких, матовые помады вполне в этом бренде брать можно. И последнее, что я взяла, это был фиксирующий спрей для лица, но не просто обычный какой-нибудь спрей для лица, это иллюминатор для лица, потому что посмотрите вообще, какими он играет не красками, не знаю, переливами, да, это просто такие жемчужные волны там в середине. Не, ну наблюдать на самом деле одно удовольствие, встряхнуть ее так пару раз, поставить и найти свой дзен. А что касается свойств этого средства, то я в первую очередь переживала, чтобы все вот эти вот перламутровые частички не оказались вот так вот точечно на лице. Но меня удивило то, что наносится и не видно этих блесток, вот нет каких-то отдельных блесток на лице, но свечение, вот реально это просто мега свечение появляется. Я когда наносила и когда снимала часть именно с нанесением, у меня и так светящаяся тональная основа была. Но после вот этого такое впечатление было, что просто раскрылись врата рая, и оттуда вот прям ангел какой-то вылетел, вот весь такой вот свечение, это очень-очень много свечения добавляет. И мне понравилось. У меня не было фиксирующих спреев, которые вот прям настолько добавляют свечение, и вот я с удовольствием оставлю это у себя в коллекции. У меня будет это на тот случай, когда кожа будет или пересушена, или как-то тональная основа как-то будет выглядеть так себе, знаете, что вот надо бы подправить ситуацию. Вот тогда вот реально такие штуки хорошо спасают, вот прям освежают и как-то новую жизнь вдыхают в лицо, в тональную основу, во всю косметику вообще, которая нанесена на лицо. Поэтому мне понравилось, буду с удовольствием пользоваться. Ну вот, собственно, и все. Это было все, что я заказала от этого бренда. Обязательно напишите свои впечатления. Если вы что-то от этого бренда пробовали, пишите, понравилось, не понравилось, что это было, что понравилось, что не понравилось, почему. В общем-то, я думаю, это отличным будет дополнением к этому видео. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы не подписаны на мой канал, это нужно срочно исправить, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, можете как раз заняться полезным делом. А если смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео. Да.